Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Больше внимания многодетным и малообеспеченным семьям. На заседании во Власонакимате обсудили новую социальную политику страны. Какие еще обсудили вопросы? Рухнула крыша. В Петропавловске в доме номер 28 по улице Бладбаева под весом снега провалился участок шиферной кровли. Кто будет заниматься его восстановлением? Села как точки роста государства. В Рублевке Акаинского района побывали сенаторы и узнали, что больше всего волнует северказахстанцев. В Северном Казахстане в этом году арендным жильем обеспечены более половины малоимущих многодетных семей, стоящих в очереди. В своих квадратных метрах нуждается 341 такая семья. О том, как в регионе будут исполняться поручения президента, говорили на заседании Акимата. В целом, за три года нашей области дополнительно выделят 40,5 миллиардов тенге. Также на совещании говорили о подготовке к посевной кампании. Репортаж Кристины Юсичевой. Целый блок отвели на заседание Акимата реформам, которые ждут казахстанцев в этом году. По словам главы региона, новая социальная политика президента направлена на обеспечение повышенного внимания многодетным семьям с низкими доходами. Ежемесячные пособия на одного ребенка вырастут почти на 6 тысяч и составят 20 тысяч 789 тенге. Таких получателей в регионе станет на четверть больше – свыше 11,5 тысяч человек. На это из бюджета ежегодно будут выделять 1,7 миллиарда тенге. Вырастут выплаты и семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов. Таких в области почти 2 тысячи. Ежемесячно они будут получать не 31 тысячу, а 41,5. Кроме того, в этом году в области ежемесячную государственную помощь получают 6 764 многодетные семьи. В целом для этого 1,2 миллиарда тенге предусмотрено. Бесплатным питанием обеспечены 3613 школьников из многодетных семей. Полторы тысячи детей за счет бюджета обеспечиваются одеждой и школьными принадлежностями. 1300 студентов колледжей из многодетных и малообеспеченных семей получают государственные социальные выплаты. В нашей области в арендном жилье нуждается 341 многодетная семья. В этом году в регионе построят 226 квартир. Это три дома. Таким образом, очередь сократится больше, чем наполовину. А тем, кто захочет воспользоваться льготным жилищным займом, 10% первоначального взноса будут субсидировать из местного бюджета. Первичная медико-санитарная помощь станет центральным звеном системы здравоохранения. Финансирование увеличится с 40 до 60% по области с 8 до 10 миллиардов тенге. В микрорайонах, где нет поликлиник, таких как Жасуркен, Подгора, Береке, откроют семейно-врачебные амбулатории. Будем открывать новые амбулатории, чтобы людям было удобно прежде всего. Там будут находиться порядка 5-6 врачей общей практики. На первых этажах строящихся домов будут располагаться данные амбулатории. В этом году мы откроем три семейно-врачебные амбулатории. Изменения также произойдут и на селе. В этом году мы будем строить амбулатории, мы будем строить ФАПы на селе. Управление здравоохранения должно определиться, в каких селах прежде всего сегодня необходимо эту работу провести в рамках ГЧП. При этом заработная плата санитарок увеличится с 48 до 64 тысяч тенге, медсестер – с 76 до 100 тысяч. Также в стране планируют увеличить доходы учителей и госслужащих. В ближайшие три года на развитие малых и моногородов ежегодно будут выделять по 10 миллиардов тенге. На реализацию проекта «Аул Колыбель Человечества» – 90 миллиардов тенге. В северо-казахстанской области – 4 малых города, порядка 300 перспективных сел, где проживает 289 тысяч человек. В рамках проекта «Аул Ельбисыгена» капитальный ремонт объектов социального значения, жилищно-коммунального хозяйства и дорог населенных пунктов предварительно выделят 2 миллиарда 100 миллионов тенге. «Республикой выделяется огромная сумма – 680 миллиардов тенге – на ремонт дорог, водоснабжения и электроснабжения. Мы хорошо поработали в прошлом году над бюджетом 2019 года в этих направлениях. Мы об этом говорили на отчетной встрече, что на ремонт дорог в этом году 37 миллиардов выделено. 705 километров автомобильных дорог мы отремонтируем. На улучшение водоснабжения 30 сел, где проживает 24 тысячи человек, в этом году уже предусмотрено 8,5 миллиарда». В целом, по поручениям главы государства, данных на 18-м съезде партии «Нуратан» в область дополнительно выделяется 40,5 миллиардов тенге. Второй вопрос заседания не менее актуальный – пассивная. Пашня в этом году составит порядка 5 миллионов гектаров. Сельхозкультуры разместят почти по той же схеме, как и в прошлом. Немного уменьшат площадь кормовых. Успех компании будет зависеть от соблюдения сроков сева и готовности техники. «На отчетную данную по данным отделов сельского хозяйства районов готовность техники составляет 84%. Ниже среди областного показателя по готовности техники отмечается хозяйство Аиртавского, Акжарского, Таиншинского и Валихановского районов. Из имеющих в области 224 машино-тракторных мастерских на сегодня включены в работу 210 или 94%. Необходимо надлежащим образом организовать работу в реммастерских с тем, чтобы к началу полевых работ добиться максимальной готовности пассивной техники». Еще 1600 единиц техники на 30 миллиардов тенге аграрии планируют купить в этом году. Кстати, теперь лизинг и кредиты для этих целей стали доступнее. «Очень дорогую технику. 10 миллионов тенге у нас был порог. И только тогда мы могли субсидировать 25% инвест-субсидий уплачивать. Вот очень важный показатель, что снят этот порог 10-миллионный. Теперь дорогую технику мы покупаем и получаем от стоимости 25% субсидий». Также глава региона поручил активнее заключать договоры на приобретение минеральных удобрений. «Сразу же производить за них оплату. А Акимам усилить работу по изъятию земель у недобросовестных хозяйств». «Наибольшее количество неиспользуемых земель выявлено в Таиншинском, 16 тысяч гектаров, в Алихановском. Акимы районов я вашу работу буду оценивать в том числе по количеству изъятой земли. Нерадивый должен уйти. Сколько можно? Получать низкие урожаи, ничего там не делать». По данным ученых, влаги для посевной сейчас достаточно. Нужно ее сохранить. Учесть аграриям придется и погоду. Май в нашей области ожидается умеренно холодный. Будут и жаркие, и морозные дни. Кристина Юсичева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Вкладывать деньги в перспективные села – это цель проекта «Аул Ели Бесага». Благодаря проекту в развивающихся населенных пунктах отремонтируют социальные объекты и дороги, проведут воду и освещение. В Акаинском районе таких сел семь. Одно из них – Рублевка. Его посетили сенаторы. Какие проблемы волнуют Акаинцев, узнавала Айгири Мукашева. Татьяна Райт – обладательница подвески Кумасалка. У нее шестеро детей. Чтобы пять дочек и сын ни в чем не нуждались, родители много работают. Но затраты на детей с каждым годом растут. И намного быстрее, чем зарплата. Но с 1 июля низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы ее повысят на 30%. Я получаю зарплату. У меня сейчас повысилось 32, сейчас 45 я получаю. Но это как бы нормально для технички. Сейчас еще поднимется на 30. У мужа 60 тысяч зарплата. А еще поднимется сейчас на 30. Тоже будем ожидать. Это вообще радует. Я считаю, это хороший доход для нашей семьи будет. А тем, кто работает в районных и областных акиматах, зарплату увеличат на 25%. Также глава государства поручил установить минимальные выплаты многодетным семьям с низким доходом. Порядка 20 тысяч тенге на каждого ребенка. Шинаркуль Батырханова работает техничкой в селе Аралагаш. Зарабатывает 42 тысячи тенге. Она обладательница подвески Кумасалка. Ежемесячно получает 16 тысяч на всех шестерых детей. У меня пятеро несовершеннолетних детей, но мы держим скот, баранов, коров и лошадь. Привыкли много работать. В августе прошлого года приехали сюда из Туркестанской области. Сегодня от депутатов узнала, что скоро будем получать по 20 тысяч тенге за ребенка. Это большие деньги. Не могу дождаться, когда приеду домой и сообщу родным. Это очень радостная новость. Сейчас в Акаинском районе 136 многодетных семей. Они имеют четверых и более детей. Адресную социальную помощь получают 69 семей. А в стране таких 111 тысяч. Это свыше 570 тысяч человек. В текущем году их станет 830 тысяч. Между тем в регионах немало и других проблем. Очень важный вопрос. Директор школы сегодня поднял. Мы с ним согласны. Подушевое финансирование. Оно однозначно не может подходить в системе образования для села и для города. Он правильно сказал. Кто богат, тот будет богаче. А кто беднее, тот еще окажется беднее. Потому что расходы на ребенка в малокомплектных сельских школах, которых у нас в Северном Казахстане 75%, очень высокие расходы. И сейчас одинаково финансировать школу, которая в городе Петропавловске 1200 или, скажем, здесь 120 человек, нельзя. Там должен быть индивидуальный подход. Поэтому этот вопрос сегодня на стадии начала. Поэтому мы этот вопрос тоже поднимем в правительстве. Село Рублевка – одно из самых динамично развивающихся в регионе. В декабре здесь запустили молочно-товарную ферму. В день около 600 буренок дают 12 тонн молока. Предприятие обеспечило работой порядка 40 сельчан. В развитие таких населенных пунктов государство будет вкладывать средства. В рамках программы «Аул Ельбисыга». В нашем Каинском районе 7 перспективных сел и районных центров, где проживает более 5000 населения, которые в этом году будут выделены в нашей области 2,1 миллиарда тенге. Каждый этот населенный пункт получит первоначальные суммы, скажем, от 30 миллионов тенге, в зависимости от проектов. Благодаря этому отремонтируют школы и другие соцобъекты, проведут воду, сделают дороги и освещение, откроют объекты первичной медицинской помощи. Агири Мукашева, Дин Ржанов, Новости, МТРК. Увеличить зарплаты бюджетникам, повысить выплаты многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов. На это государство выделит почти триллион тенге. О повышении уровня благосостояния казахстанских семей говорили на 18 съезде партии «Нуратан». В нашей области началась работа по реализации нововведений. Подробнее Татьяна Весельская. По поручению главы государства, черта бедности повысится до 70% от прожиточного минимума и составит 20 789 тенге. В связи с этим все дети в семьях, чей совокупный доход ниже черты бедности, будут получать эту сумму ежемесячно с 1 июля. Если мы каждому ребенку раньше платили в зависимости от дохода всей семьи, то теперь устанавливается независимо от дохода семьи, хотя эта семья должна быть малообеспечена и претендовать на адрес социальную помощь, этот размер устанавливается для каждого ребенка в сумме 20 789 тенге. А взрослым, членам данной семьи, в зависимости от дохода, в виде доплаты, между разницей насчет дохода, как я уже сказал, установлено пороговое значение, и реальными доходами данной семьи. Изменится и сам механизм расчетов. Из совокупных доходов семьи теперь исключат пособия матерей, награжденных подвесками Кумы, Салка и Алтын-Алка, а также стипендии и выплаты по инвалидности для детей. Последние с 1 июля тоже увеличатся на 30%. Это будут существенные изменения. В прошлом году в среднем доплаты на каждого члена семьи, в том числе и ребенка, составляло 3100 тенге. Если у него доход, нет работающих данной семьи, вот 5, мы тоже смотрели, если 5 членов семьи, четверо детей, плюс мама, значит, все дети несовершеннолетние, вот в этом случае, включая маму, данная семья получит до 103 тысячи тенге. Значит, в то время как, вот при вот том расчете, который я уже назвал, 3100, вот по прошлому году, в среднем году, то эта семья получила бы 15500 тенге доплаты. Также для обеспечения занятости на селе, открытие своего дела и увеличение доходов многодетных семей сельским жителям будет предоставляться безвозмездный государственный грант до 500 тысяч тенге. В текущем году на эти цели выделено больше 300 миллионов тенге. Это позволит мамам работать на дому, открыть, к примеру, свой салон красоты или мини-пекарню. Это будет их официальной работой. Татьяна Исельская, Михаил Казначеев, Новости МТРК. К другим новостям. Не выдержало снега и рухнуло. В одной из петропавловских многоэтажек обвалилась часть крыши. К счастью, никто не пострадал. В случившемся жильце дома обвиняют председателя КСК. А он, в свою очередь, перекладывает ответственность на них. Кто виноват, а кто прав, разбиралась наша съемочная группа. Деньги кто собирать должен? Кто? Мы ходили. Вы когда заехали? Сколько лет? В 2001 году жена мою квартиру купили и заехали. Но когда собирали подпись, сколько вы забрали? Я без понятия. А что вы тут подпись? Примерно так проходят все разговоры жителей дома по адресу Булатбаева, 28, с председателем их КСК. Много шума и возмущений, вот только толку мало. Крыша над квартирой Алексея Бобуха выглядит как решето, сплошные дыры и щели. А сегодня участок, где шифер сильнее всего прохудился, обвалился под тяжестью снега. В это время Алексей был на работе. О случившемся ему по телефону рассказала жена. Она даже не поняла, слышала грохот, что крыша рухнула. Получается, мы в седьмом подъезде живем, а пострадал девятый подъезд. Я считаю виновным это наше КСК, потому что деньги не собирались на крышу. На вопрос, кто должен собирать там, доходило вплоть до таких ответов, что вы купили, вы сами делаете, мы не волшебники. Хороший ремонт в квартире Алексей с женой делать не рискует, так как знает, что с приходом весны крыша снова потечет и зальет потолок и стены. На работу председателя КСК этого дома жалуются жители соседнего, восьмого подъезда. Это давно проблема, просто люди вот никак не могут к общему мнению прийти. КСК вообще, ваша проблема, ваша проблема, а мы что можем делать, пенсионеры. Сложнее всего придется жителям девятого подъезда. Именно над ними рухнула прохудившаяся крыша. Жильцы верхних этажей представить себе не могут, вот что станет с их квартирами, когда на улице будет плюсовая температура. К плесени и сырости жильцы этого дома давно привыкли. А вот это вот мы не можем сделать, у нас постоянно здесь черное пятно. И вот это все потеки, вот это все потеки, это все течет. Течет и вот это вот все двери набухают. Вот поменяли двери, а только сейчас поменяем и все опять побежит. Единственный, кто в этой ситуации остается спокойным, председатель КСК. Анатолий Плешешников говорит, что жильцы сами виноваты. Пять лет назад он не смог собрать с них необходимое количество подписей, чтобы отремонтировать крышу по госпрограмме. Мы собрали около 30% подписей. Все это отдали в Акимат. Акимат делал крыши, кто больше подписей. Потому что с людьми нужно договор заключать на 7 лет. И люди должны платить. Это где-то в среднем получается 180-220 тысяч с квартиры. Мы по этой программе в первый не попали. А потом уже пошла очередь. Документы оформлены уже и отправлены в Астану, но в том числе и этот дом Баладбаева, 28. Нашу крышу ценили в 42 миллиона. Вот только сдавать деньги на ремонт крыши в доме 28 по улице Баладбаева жильцы нижних этажей не хотят. Ведь у них дома сырости нет, а значит и нет проблем. Но это пока. Когда весной по стенам потечет вода, достанется и им. А пока на месте происшествия работают сотрудники ДЧС и специалисты городской жилищной инспекции. Обрушение произошло на периметре 400 квадратных метров. То есть охватило два подъезда. То есть восьмой и девятый пострадали. На данный момент КСК вроде предпринимает меры по устранению снега. Ну, текущие вот эти работы. И в данный момент за счет собственных средств, либо каких-то дополнительных, уже будут решаться, будут срочно производиться ремонтные работы по восстановлению данной кровли. Отмечу, за несвоевременную уборку снега с крыш как юридическим, так и физическим лицам грозит штраф в размере 200 тысяч тенге. Дарья Пашмонцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Весенняя погода не радует. 5 марта на территории области ожидается метель, туман, гололед. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, а в среду и четверг – до 30 метров в секунду. Спасатели рекомендуют быть осторожными и пешеходам, и автовладельцам. К тому же ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Неприятные сюрпризы синоптики дают почти на весь март. Снега ожидается вдвое выше нормы. Что, конечно же, повлияет на паводковую ситуацию в регионе. Больше всего осадков выпало в южных районах области. Это имени Габита Мусрепова и Айртауском, меньше в Таиншинском. Усугубить положение может и глубокое промерзание почвы. Оно составляет полтора метра. А это будет мешать впитыванию талого снега. Важно также следить за ситуацией в Акмолинской области, пока водохранилища там наполнены не больше, чем на 70%. А вот Сергеевское уже на 95%. Это на 84% больше, чем на этот период в прошлом году. И почти вдвое меньше, чем в 2017. Но расслабляться не стоит. Судя по ожидаемому количеству осадков, ситуация может быть непредсказуемой. Объем накопленных запасов влаги Сергеевское водохранилище составляет 5,5 млн кубометров. Если сравнить со среднолетними значениями, оно превышает на 14%, а прошлогоднее на 84%. Да, также еще у нас в март и апрель месяц будет идти накопление снега. Ну, можно сказать такой факт, что, допустим, 3 марта у нас количество снега за один день выпало 9 мм, что составило 56% от месячной нормы. Это по городу Петропавловску. А если мы возьмем село Налобино, там выпало больше нормы на 26%. Сейчас весенний период, мы начинаем проводить маршрутное обследование по определению запаса снега в почве. То есть совместно с департаментом ДЧС мы выезжаем по территории области, самые опасные регионы, где большое количество снега у нас, и будем проводить все эти замеры. К другим новостям. Служба зовет. 1 марта в Североказахстанской области начался весенний призыв в армию. Сейчас будущие военнослужащие от 18 до 27 лет проходят медкомиссию в областном военкомате. Набор молодых людей в ряды вооруженных сил продлится до 30 июня. Наша съемочная группа познакомилась с будущими защитниками Отечества. Лора Кулис – невропатолог, терапевт. Всего во время медкомиссии будущие военнослужащие должны пройти осмотр у 9 специалистов. Абдухамид Тулегенов привык держать себя в форме. Проблем со здоровьем у него нет. К армии годен. Проходил военную подготовку. Все было отлично. Появилось желание служить. Служить хочу в пограничной службе. Хочу хорошо отслужить и прийти домой. Обследование у специалистов помогает определить так называемую категорию годности призывника и войска, в которые его направят. Медкомиссия в областном военкомате началась с 1 марта. В среднем в день специалисты принимают от 20 до 30 человек. Весенний набор продлится до 30 июня. Призывы подлежат граждане возрасте от 18 до 27 лет. Это не имеющие права на отсрочку и права на освобождение от призыва. Вооруженные силы и другие войска и воинские формирования будут комплектоваться по экс-территориальному принципу. То есть наши призывники с территории нашей области будут убывать другие регионы. На сегодняшний день мы планируем отправить вооруженные силы и другие войска и воинские формирования более 600 наших североказахстанцев. Идти служить родине хотят далеко не все молодые люди. Некоторые находят уловки, чтобы откосить, говорят специалисты областного управления по делам обороны. И напоминают, что уклонистам грозит наказание. Штрафы начинаются в размере от 1 месячного расчетного показателя и до 5 месячного расчетного показателя. Это согласно административному кодексу. А по уголовному кодексу за уклонение от воинской службы предусмотрен штраф, который может достигать 1000 МРП. Это больше 2,5 миллионов тенге. Столько придется заплатить тем, кто напишет отказное заявление о служить в армии. Несмотря на то, что медкомиссия признает его угодным. Дарья Пашминцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. На север страны пришла весна. И пусть на улице минусы, пронизывающий ветер, на душе уже тепло. Особенно у женщин. Представительницы прекрасной половины принимают поздравления с 8 марта. Первыми своих сотрудниц чествовали в областном департаменте полиции. Как это было, расскажет Кристина Юсичева. Праздничный вечер открыли артисты студии бального танца «Доминанта». А после женщин в погонах поздравил главный полицейские области. Берег Белялов отметил, что сотрудницы ведомства ответственны и дисциплинированы. У нас в коллективе 494 девушек работает. Из них 363 отчетованы. Четыре полковника у нас. 28 подполковников. 103 майоров. Вот такой коллектив департамент полиции. Во-первых, они честные. Во-вторых, они никогда не подают на коррупционные правонарушения. Во-вторых, исполнительные. Это не упрок мужчинам. Надо равняться на девушек. Уделили внимание и многодетным матерям. Раушан Бакеева получила грамоту от главы региона. Она воспитывает в четверых детей. Младшему один год и четыре месяца. Старшему 13. За плечами майора множество успешно раскрытых преступлений. Легко ли совмещать службу и семейные обязанности? Имея четверо детей, тяжело совмещать работу и дом. У женщин какие могут быть секреты? Только любить свою работу, любить свою семью. Не могу представить себе свою жизнь без своей работы. Практически даже в декрете толком не сидела. То есть, всегда раньше выходило времени на работу. А вот у Дарины Сулейменовой своих детей пока нет. Но она по праву может называться крестной мамой маленькой девочки, которую спасла в прошлом году. Малышка стояла у окна и стучала по москитной сетке. Громко плакала. Дарина в канун Международного женского дня получила медаль за безупречную службу третьей степени. Я начала кричать, звать на помощь. Телефона сотового у меня с собой не было. Ну, получается, люди проходили рядом, никто не подошел. И выглянули соседи. Я соседа попросила, чтобы он вышел с телефоном, с одеялом и отправил кого-нибудь в эту квартиру постучаться. Получается, сам сосед выбежал ко мне на улицу, а жену свою отправил в квартиру. Жена постучала в дверь. Девочка, наверное, подумала, что это мама, но с подоконника она слезла. Не забывают в департаменте полиции и о ветеранах. Они заботятся о семи вдовах, чьи мужья погибли при исполнении. Пяти вдовах, ветеранов Великой Отечественной и десяти труженицах тыла, которые служили в органах внутренних дел. В их честь сегодня звучали стихотворения от малышей. Им посвящали танцы. Ярким завершением вечера стало выступление шоу-группы из Астаны «Килиманджаро». Серж Матонда, Джей Мара, Фабрис Мунганга. Живут в Казахстане пять лет. У себя на родине они тоже отмечают 8 марта. Поздравляют своих мам и бабушек, дарят подарки. Теплые слова они подготовили и для североказахстанских женщин. Я желаю тепла, потому что я знаю, что в север Казахстан очень холодно. Я желаю тепла, но не только внешнее тепло, а душевнее тепло. Я желаю счастья, любви всех семей. Мужики особенно, берегите женщин. Без них мы никуда. В канун главного весеннего праздника награды получили около 60 женщин-полицейских. Также на их банковские карты поступит денежная премия. Кристина Юсичева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. К другим темам. Жизнь за колючей проволокой. В женском исправительном учреждении области находится около 200 заключенных. Убийства, хранения наркотиков и мошенничества. Судьбы у всех разные и сроки тоже. Кому-то тюрьма станет домом на полгода, а кому-то на четверть века. Наша съемочная группа побывала за высокими стенами колонии. Это учреждение ЕС-164-6. Женская колония, где отбывают срок 197 осужденных из Кустанайской, Акмолинской и Североказахстанской областей. Жизнь здесь по строгому распорядку. Сон в 8 часов, подъем в 6 утра. Отбой в 10 вечера. Все женщины работают, шьют спецодежду. Подушки, изготавливают банные принадлежности. Каждая зарабатывает от 26 до 60 тысяч в месяц. Эти деньги в основном уходят на погашение исковых задолженностей. Родственники, как правило, прибывают до 150 человек, могут ознакомиться с условиями содержания, пройти в бытовые помещения, где содержатся их родственники, в спальные помещения, то есть ознакомиться со всеми условиями отбывания наказания. Могут ознакомиться с продукцией, которую выпускают их близкие. В колонии есть кружки. Заключенные играют в шашки и шахматы, поют и танцуют. Сегодня для своих родных организовали небольшой концерт. У Татьяны Магомбиеновой на свободе был свой салон красоты. В колонию попало за хранение наркотиков. Осудили на 10 лет. Но за хорошее поведение можно освободиться досрочно. Татьяна рисует, поет. В прошлом году издала сборник своих стихов. Сотрудники учреждения отмечают, что именно таких заключенных чаще всего поощряют. Татьяна Ивашевская порядка 30 лет преподавала русский язык в школе. Один несчастный случай изменил ее жизнь навсегда. Она сидит за убийство мужа. Это произошло случайно. Но тем не менее, срок дали реальный. Следующие 8 лет женщина проведет здесь, за колючей проволокой. Такие встречи дают надежду на то, что дома тебя ждут, что поддержку оказывают такие встречи. Ну и, конечно, вера в то, что мы окажемся на свободе и жизнь продолжится. Мария Бондаренко пришла навестить свою мать. У них есть только два часа, чтобы поговорить обо всем. Мы очень благодарны организаторам, администрации. Прямо сильно благодарны, что они дали возможность увидеться. Потому что для нас это очень важно. Теперь мы уже будем спокойны, когда уже дома будем, мы уже не будем так сильно переживать. Такие встречи с родственниками в колонии проводят три раза в год. К 8 марта, к 1 июня и Дню семьи. Кристина Юсичева, Татьяна Исельская, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.